Железную дорогу разделив ее на пассажирские и грузовые. Пассажирские это чистый минус, потому что пассажирские они убыточные и у нас, и в Украине, и в России, и где угодно. Кроме каких-то дорогих, назовем их, вип-поездов, да? Значит, все остальное минусовой. Грузовые перевозки перегрывают пассажирские. То есть это может на себе позволить где-нибудь в Германии, с бюджетом, как у них, где государство полностью содержит пассажирские перевозки. То есть все минусы, которые у них есть, они датируются из бюджета. У нас такой возможности в стране нет сегодня, поэтому дорогу делить нельзя, ни в коем случае это раз. Два, я говорил про план модернизации страны. План модернизации страны включает в себе три вещи у нас. Экономика, сельское хозяйство и транспорт. Когда мы говорим про модернизацию транспорта, у нас есть две отрасли. У нас нет пароходства, у нас сегодня есть железная дорога и автомобильный транспорт. У нас нет сегодня стратегии в стране ни по автомобильному, ни по железнодорожному. Вся стратегия железнодорожного транспорта развития строилась на том, сколько в следующем месяце тысяч тонн металлолома можно вывезти за рубеж. Мы должны сегодня взять кредит, если придет кто-то с хорошим предложением концессию, но не таким как аэропорт Кишинев. А что пришли и сказали, вот как русские заходили в Армению в свое время, да? Где пришли и говорили, ребят, 200 миллионов инвестиций в течение таких-то лет. Потом там пересмотрели, даже по-моему была цифра 500. Либо мы сегодня должны брать дешевые европейские деньги и делать это сами. У нас нитка, не тот объем работы, где надо на 10 лет расписывать ремонт и восстановление путей. Потому что у нас проблема, да, есть с вагонами старыми, но мы должны сегодня начать с путей. Или у нас останется скорость 40-50 км в час. Понимаешь, что сегодня, если отремонтировать пути, сегодня я говорил, советский вагон еще, который я знаю с детства, Тверского вагоностроительного завода, он абсолютно спокойно в стриже идет на Нижний Новгород со скоростью 160-190 км в час. Без каких-либо изменений в конструкции. Поэтому у нас сегодня еще остались железнодорожники, которых не так много, я имею в виду, которые проработали всю жизнь. И еще можно что-то реанимировать, подучить молодежи и так далее. Бельский колледж закрыт уже много лет. В Академию транспорта в прошлом году было ноль абитуриентов. Раньше, чтобы устроиться на железную дорогу, люди бились. Я помню, что происходило, тем более, когда речь шла о проводниках и так далее. Сегодня уже не то, что проводников, сегодня уже никто даже не рвется в начальники поездов. То есть до того довели сегодня ситуацию в стране. Поэтому то, что было престижным 10 лет назад, сегодня практически убито. И сегодня собрать горстку тех людей, которые остались, я имею в виду, начиная теми, кто обслуживал пути, заканчивая вагоноремонтные депо и так далее. Но брать деньги и строить заново. Нам нельзя сейчас уходить в какие-то истории. Нам не помогут сегодня купить 10 вагонов или 20, как было при Гагаузе, когда закупили впервые тоже за 15 лет, там закупили плацкартные вагоны в каком-то колесе. Нам нужно сегодня решить проблему с соседями. И в нашем случае, если говорить по железной дороге, это Украина, вы понимаете, что толку, что мы что-то построим, если они не сделают свою часть, условно, от Одессы до границы. Сегодня поезд, когда люди увидят, что на поезде можно ехать час-чась 10 до Одессы, поверьте мне, другой будет интерес и к железной дороге в целом, и люди будут иметь работу. У нас сегодня, посмотрите, все коммерсанты, которые возглавляют дорогу последние годы, последний руководитель железнодорожника, это был Гагауз. После этого все остальные, это были коммерсанты от разных партий, которые приходили, списывали деньги на программном обеспечении, бизнес у всех один и тот же, это солярка и масла. И на этом все заканчивалось. Ребят, железная дорога, я с ней был связан всю жизнь, и это у меня был и есть один из приоритетов. Вопрос только в том, что сегодня нужно очень быстрыми шагами двигаться. Некому будет обучать через 5 лет молодежь, которая на самом деле решит стать железнодорожником. Сегодня, возьмите статистику, они учились здесь, кто-то ездил в академию ЖД транспорта в Питер учиться. То есть люди ехали, да, часть оставались там, часть возвращалась, но это было движение. Сегодня, к сожалению, этого нет. У нас скоро коровцы будут быстрее ехать, чем едет сегодня какой-то местный поезд. Все руководители Молдавской железной дороги, с тех пор, как мы с вами встретились в этом зале, когда знакомились в 2014 году, после Гагауза все начальники дороги были бизнесменами. Это люди, которых интересовали продажа, сбор и экспорт металлолома. Это люди, которых, неважно, была у ГИМП, у дорога, при Шалару, или у других министров, их интересовало поставки солярки, поставки масел и каких-то запчастей, на которых можно распилить какие-то деньги. Я когда узнал месяц назад, мне задали вопрос по железной дороге Весерли, парень был в зале. Я говорю, вы понимаете, я узнавал месяц назад, у нас не то, что не начали искать денег, у нас даже нет проекта реконструкции Молдавской железной дороги. Любой проект, неважно, это строительство маленького гаража, жилого дома, или тем более такой важной отрасли, как железная дорога, нужно было хотя бы элементарно сделать проект. Его даже никто не начинал делать. Я слышал на уровне слуха, что вот есть проект, нету никаких проектов. Единственный проект, который они рассматривали, это разделить на пассажирские грузовые, что является полным идиотизмом. Я об этом всегда говорил публично, потому что расходы и минусы по пассажирским перевозкам всегда перекрывались грузовыми. И это сегодня такая ситуация во всех почти странах мира, за исключением нескольких там каких-то коммерческих поездов, где очень дорогие билеты, и они неубыточные. Сегодня, если никто даже не заказал план модернизации, чего мы можем ждать? У нас остались последние в стране железнодорожники, которые могут еще сегодня обучить молодежь. В Бельском колледже было по 10, 12, 15 человек на место в свое время. Сначала это было училище, потом был колледж. В Академию транспорта в прошлом, позапрошлом году не было ни одного абитуриента. Сегодня люди уже даже не борются за такие места, как начальник поезда, которые... Раньше, я помню, была борьба там в конце 90-х годов, в начале 2000-х, я когда пришел работать в ДОП, то была очередь там, не помню, сколько десятков человек на проводника. Сегодня никто даже уже не рвется начальником поезда. Мало того, что весь подвижной состав, в принципе, моего года рождения. Вы понимаете, что даже в России советский вагон, как я его называю, он не советский, он вагон, который производится сегодня Тверским вагоностроительным, другими заводами. Сегодня поезда, используя эти вагоны, передвигаются стриж скоростью там 160-190 км в час на Нижний Новгород. У нас сегодня поезд Охнется-Кишинев, идет по стране весь день, что там можно познакомиться, жениться, забеременеть, родить и успеть позвать всех на куматрию. Это не смешно, тут надо плакать, потому что это говорит сегодня о том, что мы тихонечко, все, что касается железной дороги, мы тихонечко спускаемся к коруцам. Когда протяженность путей после войны, конец 40-х, начало 50-х годов, примерно такой же, который у нас есть сегодня.